все может закрывать ручки закрывай от винта все равно потяните виктор де куляшки все равно потяните виктор де кулаком Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Мы опять в небе. И опять в прекрасном полете. Чем знаменатель сегодняшний день и сегодняшний полет? А тем, что мы никуда не собирались сначала вроде как. А сейчас собираемся. Потрясающий вид на долину Роне. Даже город Леон виден. Видите, насколько мощная видимость. Здесь дует северный ветер, а у нас по долинам дует южный ветер. Мы в зоне интересной, хорошей, крепкой погоды. Причем там, где ее обычно не бывает. Видимость, конечно, просто бомбическая. Вот эти озера, это Гренобильская долина. Она, как правило, залита инверсией, в ней не летается. И вот вам вид на Гренобль. Мы туда сейчас полетим. И я планирую как можно быстрее, как можно красивее подлететь на Траверс Монблана. Может быть, к озеру Энси, Крипту Арави. Потому что уж больно погода этому способствует. Сейчас мы будем идти вдоль Крипта в Греноблю и пересекать долину его к вот тем горочкам. И все посмотрим сами. А планер ниже нас стоит в наборе. Нам этот набор как таковой не нужен. Нам нужно время. А времени вот как раз у нас нет. Ну, как тебе план? План прекрасный. План бомба? Просто бомба. Ну да, вот свезло. Свезло, как это? Свезло тебе шарик. Ой, свезло. Ха-ха-ха. Попомчались. Там, за облаками, там, там-тарам, там-тарам. Эй-эй-эй-эй! На Крымоголубой! Слева от линии пути продолжение заповедника Веркор. Приходится нырять не под облака, видите? На противоположной стороне долины заповедник Шартрёс. Очень будет сейчас там красиво. Я прям предвкушаю эти виды. Делаем хапу под последним облаком, потому что дальше уже долину нам переплывать, набрать больше высоты мы не сможем. Я мог бы спать в спирали, еще набрать метров 50-100. Но так как на противоположной стороне долины совершенно прекрасная облачность, я даже не буду на это тратить время. Придоблем можно любоваться. По красным черепичным крышам вы видите исторический центр его. Город красивый, большой, залитый сейчас 40-градусной жарой. Если не ошибаюсь, 42 градуса обещали, то ли сегодня, то ли завтра. Электромобилей бы этому городу побольше. Но здесь оказалась какая-то странная секта зеленых, которая считает, что электромобили значительно хуже, чем обычные мобили. И поломает эти заправки электромобильные. У меня все эти зеленые удивляют всегда до безобразия. Вот это вот пошла река Рона, собственно, в долину Роны. Удивительно, друзья, что я никогда не знал, что река Рона, оказывается, течет из Швейцарии. Для меня было откровение. Вот эта речка, и она начинается на том самом огромном Альчур-леднике. Я попробую кусочек видео вставить. Я там тоже летал с Клаусом. Но Клаус мне сказал, ты знаешь, что долина Роны – это отсюда начинается. Для меня удивительный мир. Сейчас совершенно, если на карту глянуть, очевидным это будет. Помашем ручкой Греноблю. Мы приближаемся к облачной системе Басима-Шартрез. И вот как раз там где-то проходят эти соревнования парапланилистов костюмированные. Сейчас мы поближе подлетим, увидим с высоты все. Это может даже парапланы встретим. Интересное, друзья, зрелище. Вот смотрите. Мы гоняли вчера буквально по леднику. Я обязательно в это видео вставлю оттуда картинку. Вот ледник. Чтобы вы понимали, как относительно него расположен Гренобль. Вот он, Гренобль. Смотрите, сзади остался. И вы сейчас начнете у меня разбираться в картах. Вы спросите, где Монблан. Вот там. Еще до него долететь и далеко, и далеко. А обычно мы летаем туда, как раз крыло показывает. Вот это вот заповедник Икранс и все такое. За вот этим вот ледником как раз и расположен заповедник Икранс и наши обычные места полетов. Но сегодня, как вы видите, там погода меньше и облаков мало. Как раз туда, где граница Италии и Франции, где обычно здесь все полеты. Такие, самые такие, ого-го. А сегодня удивительная линия, которая довольно редко работает, но именно сегодня здесь погода. Класс. Я вообще в восторге. Удивительно и восхитительно. Мы подходим к скале, с которой сходит поток. Облако массивное, красивое. Интересно, получится мой любимый африканский заход? Или не получится? Я иду на скорости 200, прямо на скалу. По скалу я сейчас нос опущу. Вы будете еще лучше ее наблюдать. По идее, вот как раз со скалы должен и поток идти. Но если нет, я пойду дальше. Я не буду здесь кувыркаться и ковыряться. Оп! Я задираю нос и за счет избытка скорости, как вы видите, прекрасно карабкаюсь по этой скале. И никакого потока на ней не встречаю. Ветер попутный. Ага, вот, крест какой-то. Птички, люди. Знаете, как они радуются каждый раз, когда мы пролетаем? Думают, вот же наглые люди. Мы тут идем долго-долго в эту гору, чтобы посидеть, весить ножки. А эти халявчики берут вот так чих-пых и все. И они уже тут. Не буду здесь набирать, друзья. Нет хорошего потока. Сейчас поближе к любителям пешеходных прогулок пролечусь. Оп! Эть! Хе-хе-хе-хе. Так. Ну что ж, смотрим. Вот облако. На него может сносить поток. Может быть, я его попробую. Но, с другой стороны, вон у нас прекрасная скала висит. И никакого великого смысла даже здесь набирать нет. Потому что, во-первых, будет вида хуже. То есть, я с вам... Эть! Поток-то есть, можно было бы набрать. Но не хочу. Хочу пониже прийти на вот эти сантельерские скалы. И показать вам места, где летают парапланы красиво. Как прет нос, а? Вот они и парапланы, кстати. Если уж на то пошло. Парапланиристы любят выпаривать на вот эти страшные скалы. И по этим скалам тоже летать. Эхе-хе-хе! Эгегегегей! Хе-хе-хе! Да... А вот эта скала, на нее удается выбраться на параплане не всегда. Да, то есть обычно, в чем особенность Гренобильской долины, она всегда залита морем инверсий. Что такое инверсия? Это такой слой воздуха стабильного, который просто тупо висит на одном месте над долиной, не перемешивается, не хочет создавать красивые и добрые восходящие потоки. И вот эти вот... Кстати, парапланчик над нами выпаривает, старается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обожаю этот карибет, он сейчас работает, а самое главное, нету парапланилистов большого количества. Основная проблема, это именно парапланы, которые здесь стуют в огромном количестве. Сейчас же мы фактически одни на этой линии. Правда, где планера, не знаю. Должны были лететь. Вау! Небольшой перекур. Надо набрать все-таки высоту нам в перспективе форсировать дальше долину города Шембери. Поэтому хотелось бы идти повыше. А тут, видите, такой провальчик мощный в этой системе. Так вот, вот она, Длиннобыльская долина, все идет, идет, под ней течет воздух стабильный. То есть, внизу такое озеро из инверсии. И только вот эти все скалы, которые торчат, видите, вот эта вот вся система шартрёст-массива, она как такой кораблик, который... Вот, крыло показывает скалу, с которой, допустим, сходит поток. Тогда, когда внизу потоков никаких нет, и там везде одна инверсия. Вот такая вот интересная штука. План наш такой. Мы сейчас возьмем вот под этим облаком поток и пересечем дальше вот эту нашу долину. Полетим в сторону, продолжим путешествовать в Торт-Монблана. Вот там система следующая. Город Ангервиль. И я Монблан, собственно, уже вижу на горизонте. Ну, по крайней мере, до Анси мы точно долетим. Должны. Это облако не сработало. Левый поворот. Здесь вот очевидно, что, мне кажется, правее, а наоборот левее. Влево нам вот на этой скале придётся набирать. Как правило, вот эта скала, в которой я сейчас лечу, работает прекрасно. И мы достаточно беспроблемно должны добраться до облачности. Я бы не сказал, что прям такой поток, как я хотел. Но в целом терпимый. Ну как, ну вот, смотрите. Три метра в секунду. Это вполне себе ничего. Надо будет аккуратненько сейчас это всё обработать и выбраться под кромку. Здесь кромку как раз, кто будет летать, имейте в виду, кромку здесь набирать обязательно. Дальше длинный переход. И когда делаешь этот переход, тебе кажется, что да, что тут так классно летелось. И дальше так же будет. Нет, ничего подобного. Вот дальше после этой долины там есть аэродромчик такой планерный. Сейчас крылом покажу. Где-то вот там под теми горочками есть. И с него на эти горочки запускают. Но по горочкам довольно часто приходится из-под низов елозить тоже инверсии. Здесь самое главное не опуститься низко в эту долину. Потому что это просто вот... Ух, как плохо. Это какой-то позор. Я так и не смог выбраться здесь. Я набрал 100 метров, потерял при этом минут 10, наверное. Я не понимаю, что здесь творится. Какой-то вот, может быть, нефаза или ещё что-то. Но я не хочу больше времени терять. Попробую низко переход долины сделать пониже. У меня 2200. В принципе, я с 200 ходил через эту долину. Долина Шамбери. Город Шамбери у нас... Вот он. Сейчас мы на него пролетим. И моя задача вот под те облачка перепрыгнуть. Фу. И вот здесь ветер наветреный склон. По крайней мере, если низко прийти сюда, я вижу, что на обратном пути надо будет сюда прискакать и хотя бы в динамике выкарабкаться. Но в целом обстановочка не очень. То есть назад нам будет лететь несколько сложнее. О, вот оно. Вот он поток сходит. Реально ли я его набрать? Давай посмотрим. Ух ты ж, как страшно. Это посмотри вниз. Какая скалина, да? Да. Вау. Ну, поток, я бы так сказал, средней вредности. Сейчас еще один кружочек. Зато видимость какая-то. Пусти, какой вид на город Шамбери, на озеро. Там, видишь, в озеро фолоса уходит взлетно-посадочная. Ага. Вот это аэродром там Шамберевский. Ну, это аэродром большой. А есть еще аэродром планерный. Оп. Да, наконец-то я вроде как этот поток почти центрунул. Ну, видишь, не могу я набрать. Меня колышет. Я опять там 150 метров я набрал в сумме. Этого, конечно, мало, но никуда не денешься. Будем переходить долину Шамбери. Зато будет контент. Огонь. Огнее и огнее. Эх, какая там погода, как красиво все смотрится. Погнали. Мы должны там полетать. Ручка твоя, 140 скорость. Вот под нами планер какой-то выкарабкивается. Попробуйте с парапланом сейчас взять. Один поток. Вот он. И планер какой-то снизу пытается карабкаться. Ну, давайте попробуем. В хорошей компании лучше, чем в гордом одиночестве. Интересно то, что параплану вот этого набора вполне возможно хватит. У него радиус спирали меньше. И он набирает. А я, друзья, тупо сливаю эту высоту. Вот параплан тупо меня уже обогнал. Йоксель-моксель. Да, ну тогда остается вот это облако. Кто-то еще мне звонит в такой неподходящий момент. Впереди еще один планер. Должно быть там неплохо. Все, облако висит опять же. Если что, облако слева еще одно есть. Возможно, там тоже будет как-то хорошо. Но мне это место не очень нравится. Тяжело. Я с другой стороны, друзья, скажу, что всегда вот здесь, как я сюда прилетаю, всегда вот это тяжелое место. Дальше будет проще. Но надо здесь как-то выкарабкаться. Впереди планер в потоке стоит. Это очень хороший знак. Хорошо набирает. Визуально видно, что метров много у него там. Секунду. Можно уже не по-касательной. Настолько сильный у него поток, что мы были примерно на одной линии. На одном уровне. А сейчас он уже на 150 метров больше. Ого! Вот это поточек. Ой, даже фларм сработал. Сказал, что при такой силе потока мы можем и догнать этот планер. Ну все, выкарабкались. Фу! Как же я не люблю вот это место, друзья. Высота 2300. Планер шкрябается по склонам. Тот, который был ниже нас, сильно выше он не стал. Тот, который с нами набирал, набирает. Метров на 100 лучше, как и был. В общем, все стабильно и прекрасно. Открылся прекрасный вид. Незабываемый, когда видно не только озеро Шамбери, но и озеро Аньси уже показалось. Через минут 15 мы там будем. Видите, такая красивая-красивая чаша и скал, с которой сходит наш волшебный восходящий поток, позволяющий нам добрать вот так вот до самого облака. Все, больше нельзя набирать. Это облака. У нас же правила визуальных полетов. Дальше смотрите как. Морду в планету. И погнали. Вот оно, наше следующее облако. Забирай ручку, скорость 180. Конец зеленого сектора, да. Проверяем. Есть. Есть. Уменьшаю скорость до 120. И пытаюсь найти ядро этого потока, потому что мне здесь надо выбрать коробочку. Великолепно. Как я хотели, как говорит Массел Макс. Как я хотели. Ну вообще, не полет, а подарок. Я больше всего обожаю вот такие нежданные полеты, когда ты никуда не планировал, все-таки прогноз был не очень, а потом ты взлетаешь, бац, и что-то поменялось. И прогноз бомба, и летится прекрасно. Красиво мы набрали. Крайний виточек делаю. Уже кромка облаков. И сейчас пойду дальше. В сторону хребта Рави. Под нами какой-то еще планер. Вот это Абербиль. Город. Ныряю вниз. О, планер под нами встает. Этот набор я ему показал. Где же этот поток. Догоняй, дружище. Эгэгэгэгэй. Твоя ручка 180. Город Аньсиэ. Красивейший город. Рекомендую категорически. В августе там фестиваль пейерверков. Потрясающей красоты. Собственно, знаменитое озеро Аньсиэ. Чем характерно это озеро? Тем, что вокруг всего озера сделаны сооружения. И вся вода, которая течет в озеро, фильтруется на специальных станциях. Все, кто живет, туристы платят 1 евро в день налог на озеро. Показался знаменитый Кребет Рави. По которому я мечтал полетать, когда был юным парапланилистом. Году в 97-м, наверное. Я думал, может быть, когда-нибудь удастся мне пролететь по Кребету Рави. Ну, о Манблане я вообще не мечтал. Манблан же вот там, за облаками прячется. Вижу, что около него вполне рабочая погода. Мы туда прыгнем. Пересекаем долину. Вот вам, друзья, вид на город Аньси. Он в конце озера тоже Аньси называется. По-моему, так же. Вода там ну наипрыз... Прозрачная, прозличайшая. Здесь несколько парапланерных стартов. Посадочка у озера парапланерная. На этом аэродроме летал мой друг Вася. Удобство в том, что ты стартуешься от этого аэродромчика. Там лебедка обычно стоит. И прыг вот на скалы справа от аэродрома. И вот так вот раз-раз-раз. Вот под какое-нибудь вот под облачко. Или вот под это облачко. Или под это. И помчался летать. Ну, это в теории. А на практике выбраться достаточно сложно. Повторюсь за тех же инверсий. Вот вижу по низам парапланчик какой-то шкрябается. Тут тоже куча парапланчиков шкрябается. Ну и мы сейчас будем шкрябаться. Мы пришли на высоте 1800 метров. Уходили до 200. На переход вокруг Шимберей мы 400 метров разменяли. Сейчас будем выкарабкиваться. Между тем мы набрали высоту 2700 метров. И благодаря этой высоте видно не только озеро Анси с одноименным городом Анси. Но, не поверите, Женевское озеро показалось. Это, наверное, один из лучших видов в мою жизнь. Попробую пояснить почему. Такой видимости в Альпах. Чтобы вот так видеть Женевское озеро. Это, я вам скажу, весьма маловероятно. А самое главное, при этом видимость на Монблан. Вот он, Монблан. Мы к нему попозже немножко подлетим поближе. Но пока просто набор в красивом месте. Чем еще это место примечательно? Вот подъемник, который ведет к вершинке Гранд-Бордан. Городочек Гранд-Бордан. Где мы были в 2001 году. Ой, в 2011 году, когда я уже начал летать на планерах. Я здесь летал на параплане и думал, смогу ли я когда-нибудь в жизни полетать здесь на планере. То есть для меня это была какая-то совершенно несбыточная мечта. Мне казалось, что нет, тут как на параплане, ладно, но тут же нужно же свой планер. Нужно как-то еще что-то. Да раз, да как, да. И вот я видел эти планера, как они пролетали. Я мечтал. И, наверное, ролик о том, как сбываются мечты. Как я летаю над Гранд-Бордандом рядом с хребтом Аравии, который, по сути, моей мечтой является тоже. Я в юности смотрел фильмы с очень известным французским пилотом, который там летал треугольные маршруты. И я, вызвав язык, смотрел, как он летает по этому хребту Аравии. И вот в 2011 году я уже летал на хребтом Аравии, то есть моя первая мечта сбылась, полетать на параплане над хребтом Аравии. А сейчас, как вы видите, вполне красиво сбывается мечта полетать над этим местом на планере. Да. Покажу, откуда мы летали. Вот там стартик Гранд-Борданд. Красивейший. И мы вот над всем этим местом летали, и можно было летать с утра. То есть нюанс в том, что в Анси обычно после обеда погода была часов в два, может быть в три, ну в два. А здесь можно было часов в одиннадцати утра летать. Но чаще всего мы просто там тусовались у себя в песочнице, прыгали от подъемника. Удобно было то, что подъемник, потому что не нужно было корячиться и таскать снаряжение. И виды красивые, и места очень шале очень уютные. То есть я был дико восхищен этим местом. И мы иногда от озера Анси вот через вот хребет, куда крыло показывает, тоже возвращались домой, приземлялись у себя. Дай-ка ручечку. Давайте уж поприветствуем параплан, что ли. Поближе пройдем к нему. Я пройду выше, чтобы его не пугать, но он красиво желтого цвета. Должен вам прям понравиться. О, может нам лапы помажут. Видите? Стоим сейчас в неслабом восходящем потоке. Делаю завершающую спираль. О, птичка какая-то еще. Смотри, какая красавица к нам подтянулась. Наверное, завершающий, друзья, вид, потому что действительно надо уже уходить. Время тикает. Нам же надо еще когда-то домой лететь. Сейчас до дома 180 километров. О, как хорошо у нас в потоке тащат. Попробую немножко приближением вытянуть вам вид на Женеву и на Женевское озеро. Вот она Женева. Я там тоже был на берегу, в каких-то музеях автомобильных. Еще в чем-то этот замок смотрел. Ой-ть! Ну что ж, разворачиваюсь и будем уходить отсюда. Высота у нас 2600 метров. И не сказать, что мы ее набрали, но я бы и не говорил, что мы ее потеряли. То есть, все прекрасно. То есть, этот рывочек был совершенно не зря. Я надеюсь, вы с этим категорически согласны. А теперь ван блан. Да ван блан-то осталось. Вот крыло показывает на облако толстое и жирное, в которое мы подойдем. Это скальник над Шамани. Мы будем там через 5 минут. С правой стороны я все знаю. Там Аниси. Как раз крыло аккуратно показывает. Еще раз вам вершинка Гранд Барнандо. Вот сюда ходит подъемник. Отсюда мы летали на парапланах. Я запускал группу свою. Взлетали отсюда ребятки моим членки. И там внизу приземлялись. А шале наше было вот на склоне. Так было весело, а? Я думаю, что еще все впереди. Мы всегда можем такие хорошие моменты повторить. Кстати, вот летают с Гранд Барнандо какие-то парапланеристы. Смотрите-ка. Я их обнаружил. Ой, их много летает. Слушай, ты глянь. Прямо табумами. Смотрите, это слеты. Там какие-то поточки крутят. Наверное, сейчас повыше выкарабкаются. И пойдут только ребята рови, как и мы. Я дал вам панорамку. В принципе, во многом ради этого я и затеял здесь вот этот вот разворот в потоке. Наверное, неправильная выбрала линию. Выбор рукоят чуть-чуть другую. А, вон планер. Планер стоит на боре. Он же не будет просто так стоять. Давайте подстроимся. Так же с коллегой будет повеселее. На фоне Женевского озера. Набор с коллегой. Что может быть лучше? Ну вот она. Вершинка. Ой, а там какая туча парапланов. Друзья, посмотрите. Причем они на противоположной, по-моему, стороне. Трифта. Ну, такое я не могу не показать вам. Сейчас мы пройдем рядышком с вершинкой. И потом пройдем немножечко ближе к парапланам. И вот это будет... Вот ниже парапланчик какой-то. Вот этот будет контент-огонь с видом на манблан. Ну. Ну и как? Что за горой? За горой будет ли ротор? Работает ли эта сторона горой? Даст ли нам чертей? Кто напишет в комментариях, а? Раньше, чем это случится? А-а-а! Unbelievable! Все хорошо. Выходит поток шикарный. Я не могу не пролететь еще разочек. Ты же понимаешь, да? Да. Так. Главное, что несколько дней попали. Но смотрите еще раз. Вот скала. Вот параплан. Видно манблан. А-а-а! Как же это вкусно! Как же это прекрасно! Тень параплана. Наша тень и переплетается все. В этой круговерте жизни. Да! Слушай, ну к тем параплану не пойдем. Не успеем уже иначе к нам. Манблан не успеем. Ладно. Пусть они там сами развлекаются. Так. Ну и мы прыгаем с тобой на сторону Шамани. Фух! Я даже подустал чуть-чуть, скажем тебе честно, от впечатлений. До новых встреч, глубоковажаемые любители методов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова